МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Ерина Кузовкина, я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Барнаул лишится главы города. Сергей Дугин намерен покинуть свой пост. Они продолжают шагать по сцене музыкального театра. Они разрушают театр. Я могу сказать, что они потом послужили, говорят, что убьюсь в группе метро. Это была разрушка для всех слушателей. Кто помогает молодым артистам добиться мастерства? Яблони, дубы, березы и сосны в Нагорном парке Барнаула, озеленяя территорию. Сергей Дугин покинет должность главы Барнаула. Правда, официального заявления еще не было, но многие интернет-издания уже размышляют на эту тему. Есть мнение, что в новой должности Дугин станет промышленным вице-губернатором. Такая версия появилась, поскольку новое назначение на эту должность недавно анонсировал руководитель региона Виктор Томенко. Промышленный вице-губернатор должен курировать работу Минпрома, Минстроя, Минтранса и управления по тарифам. А это как раз те сферы, в которых неудачно проявил себя Сергей Дугин за время правления городом, пишут некоторые СМИ. В качестве примера приводят коммунальные аварии, которых в Барнауле предостаточно. Но напомню, что официальной информации об уходе Дугина с нынешней должности нет. Однако, как известно, слухи не появляются на ровном месте, а потому журналисты обсуждают и возможных преемников Дугина на посту главы Барнаула. По некоторым версиям это будет Сергей Приб, генеральный директор Алтай-Краэнергии, депутат АКЗС, либо Игорь Волдачинский, бывший директор вагоноремонтного завода. Напомним, Сергея Дугина назначили на должность главы администрации города Барнаула в конце 2015 года, а уже в конце 2017 года на заседании Барнольской городской думы его избрали главой краевой столицы. И находиться в этой должности Дугин должен еще минимум три года. Мы же продолжаем выпуск. Далее о неприятной ситуации, в которую попали барнаульские спортсмены по рыбной ловле. Они не могут получить заслуженные разряды после того, как выиграли соревнования в Кемеровской области. Дело в том, что из-за недавних изменений в законодательстве спортсмены одного региона не могут участвовать и бороться за победу в турнирах другой области. В проблеме пыталась разобраться Валентина Аскерова. У нас одна удочка, я смотрю, это счастливая какая-то? Ну, как бы да. Уже ни одни соревнования приносила мне победу. Очень-очень понравилась эта удочка. Как бы ей ловлю любимая. Не подвела любимая удочка рыбака с 30-летним стажем Илью Степанова и на соревнованиях по рыбной ловле в Кемеровской области. Он стал лидером турнира и по закону жанра должен был получить первый разряд. Но краевой Минспорт отказал. Дело в том, что с прошлого года, согласно новому положению Единой Всероссийской спортивной классификации, спортсмены из одного региона могут участвовать в соревнованиях других регионов, не претендуя ни на какие регалии и звания. Людям неприятно, они не понимают, почему это происходит и за какой причины. Почему мы не можем приехать в другой регион и участвовать точно так же на равных с ними. Делиться опытом своим. Они, чтобы делились с нами опытом. Мы же спортсмены, мы должны стремиться к чему-то. А для нас это кубки медалей и удовольствие от спорта. А сейчас это отнимают? Это сейчас, да, отнимают. Илья рассчитывал на разряд. Для него это шанс попасть на всероссийские соревнования. Конечно, он может пойти на краевой чемпионат и победить там. Но, по словам молодого человека, это сложно, конкуренция слишком высокая. Да и проводятся чемпионаты края всего лишь раз в год. При таком раскладе, рассказывает представитель Федерации рыболовного спорта, подтвердить свои разряды могут далеко не все. И я уже даже прикидывал, что спортсмены, ну, какие-то уже, которых подходит срок, они в последующем году потеряют свой разряд. То есть, да, количество сократится, кто будет иметь разряд. Даже за прошлый год 19 спортсменов потеряли свои разряды. И это лишь то, что касается рыбалки. Проблема глубже. Аналогичная картина и в других видах спорта. Кикбоксинге, фигурном катании и плавании. Причем ситуация дошла до того, что спортсмены не просто не могут выступать в других регионах. Они даже не могут, будучи, к примеру, жителями Славгорода, участвовать в чемпионате Барнаула. Абсурдно бороться за места на пьедестале жители Славгорода отныне должны только в Славгороде. В Краевом Минспорте нам пояснили, что такова федеральная инициатива, которая призвана навести порядок в спорте. Условия выполнения званий и разрядов ужесточились. То есть нам нужна, скажем так, здоровая нация и нам нужны конкурентоспособные спортсмены. Соответственно, раньше, если можно было, там какие-то поблажки были, какие-то, скажем так, правила, размытые были участия в соревнованиях, то сейчас более четко ставится задача. Чиновники говорят, если бы соревнования по рыбалке в Кемеровской области не носили статус региональных, а имели официальный межрегиональный статус и были включены в единый календарный план Минспорта России, то тогда Илья Степанов и многие другие спортсмены из других регионов получили бы свой заветный разряд. Но пока чиновники рассуждают, как решить проблему, статистика показывает, что с каждым годом все больше спортсменов лишаются разрядов, а многие земляки остаются без возможности ворваться в большой мир спорта. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Переходим к новостям культуры. И, пожалуй, одна из центральных новостей сейчас поступает из музыкального театра. Там в разгаре фестиваль дипломных и курсовых работ «Шаг». Чтобы показать свою игру, в столицу Алтайского края приехали студенты из Москвы, Перми, Новосибирска, Кемерово. Моя коллега Дарья Эйдемиллер влилась в фестивальное движение. Ей слово. В музыкальном театре Алтай продолжается фестиваль студенческих дипломных и курсовых работ «Шаг». Пятый, юбилейный, кстати, и приехало более 200 человек со всех уголков России. Работа идет полным ходом. И вот сегодня для участников подготовили мастер-класс, проводят его Лика Рула, и мы покажем вам, чему она научит участников фестиваля. «Поют хорошо, у артистов может так себе, но поют, какие голоса. Вот чтобы этого не звучало в критике, мне, я надеюсь, что я доживу до того момента, когда будет быть, ну, это же артист музык, ну, конечно, он может, все, универсальный артист». Лика, расскажите, чему сегодня научите участников фестиваля? Ой, вы знаете, вообще есть такая формула, ничему научить невозможно, может, только научиться. Я ничему не собираюсь научить, я просто хочу немножко посвятить в тот жанр, в котором служу последние 15 лет. Это жанр мюзикл, он не совсем, так скажем, у нас известен по России. Он, конечно, известен, но то, как он развивается, в какие тенденции, в какие направления, и вообще чем живет и дышит жанр, я просто хочу немножко сегодня ребятам рассказать, как это происходит в Москве. «Они разрушали театр. Я могу сказать, что мне потом служба, говорит, мюзикл «Метро» – это была разруха для всех слушателей, потому что эти люди с улицы пришли, они булили гримерками. Это просто была какая-то новая совершенно волна, вот именно с этого момента в театре «Абилеты» поселился жанр мюзикл. Но не все участники фестиваля сейчас слушают наставления Ликирулы. Вот, к примеру, студенты Пермского университета готовятся к своему премьерному показу спектакля. Он уже сегодня, поэтому на сцене генеральный прогон. «Подожди, сказал Петух, если он тебе хвалит, зачем орешь? Ну скажи, как, кто он, давай! Эй! Сапоти! Посмотри, вот! Петух! Аблапару! Мы привезли вам Хануму и привезли настоящий грузинский спектакль. Мы репетировали с грузинами. Нас научили говорить по-грузински, танцевать, лесгинку. Мы выпили 150 бутылок кинзмараули. Грузин нам привезли бесплатно. Мы хотим свою любовь к Грузии подарить вот здесь, в Барнауле. Мы первый раз в Барнауле. Эй! Микки! Такого жениха нельзя выпускать! И спускать такого жениха нельзя! Наш фестиваль, в принципе, единственный для студенческой аудитории. И очень редко случается, когда такой огромный труд, который проделывают мастера со студентами, выходит за рамки куда-то аудитории. У участников фестиваля за плечами три рабочих дня. Всего они поставят 11 спектаклей. Пять из них, кстати, уже отгремели на сцене музыкального театра. Кстати, сегодня выступают пермские студенты. Они показывают спектакль «Ханума». А завтра барнаульские студенты покажут сказ о ясном соколе. Дорида Миллер, Алексей Фризин. День с толком. Фестиваль завершится 17 мая. В этот день в театре будет вечер хореографических спектаклей. А в Нагорном парке Барнаула будет настоящая хвойная аллея. Гор Зеленхоз приступил к озеленению прогулочной зоны. В парке уже высадили сосны и лиственницы, а сегодня продолжили посадку. Здесь появились молодые яблони, дубы, березы и ясень. Всего около 40 деревьев. Завершить работы планируют в начале следующей недели. Напомним, администрация Барнаула еще в апреле озвучила планы по привлечению инвесторов к озеленению туркластера. По предварительным оценкам экспертов, на эти цели может уйти порядка 5 миллионов рублей. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза Банк Восточный. А у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова